всеми народ с вами сервис сегодня будет такой несколько расплывчатый гайд поскольку я привык в принципе делать точные гайды но по данной теме точную аргументацию точное объяснение невозможно дать поскольку система теле боевки изменилась и в конкретно этом видосе я постараюсь вам дать пояснение как и на основе чего делать билды то есть как сочетаются пушки мы с вами сегодня рассмотрим топовые сеты примарочка что топовый сет это реально топовый сет в игре ну то есть это тир 2 фиолетовая вещь которую нужно будет добыть до этого времени вы будете одеваться во что в то что есть выбирать из того что есть и там тоже есть сеты но конкретно мы сегодня будем рассматривать билды на топе к чему стоит стремиться и в чем вы по итогу если в этой игре останетесь будете ходить мы рассмотрим кратко каждое оружие что она дает какие у него скиллы какие у него статы от чего она скейлится какие общие статы и так далее короче я надеюсь что по прошествию этих 20-30 минут вы будете иметь представление как сделать билд в теле опять же я не сторонник гайдов до выхода игры ну раз уж у нас ребята в корею играли целый год хотя там все поменялось сейчас по факту изменения коснулись активных скилов ваших скилов если это можно так сказать и того что скилы теперь можно морфить то есть у скилла есть определенный пассивный эффект который либо полностью изменяет скилл либо изменяет его направленность то сделает его больше ауешным делает его больше дамажущим по каким-то таргетом добавляет длительность наоборот уменьшает кд и так далее и вот как раз таки на основе этой инфы сегодня видос и будет я просидел очень много времени изучая все это собирая эти сеты и эту инфу можно будет тащить с собой собственно на релиз игры в сентябре приятного просмотра заранее прошу подписаться на канал если вам нравится контент по теле и собственно давайте начинать ну а если собственно вы соберетесь донатить в какие-то игры не только в телочку есть донат в точка нет ссылочка в описании по промокоду sylvia скидка на первый донат ты можешь пересоздавать аки иметь эту скидку постоянно залетай обдоначивайся и го смотреть тел что же для начала разбора в билдостроении вам стоит понимать что в игре существует четыре характеристики которые прокачиваются с уровнем и которые прокачиваются за счет того что вы надеваете на себя доспехи которые дают определенную броню статы и так далее и все будет зависеть от выбора вашего в виде оружия и в виде сетов про которые мы будем говорить в конце у каждого сета разумеется есть определенный стат и есть определенное количество резистов или каких-то улучшений ну допустим для разбойника сет условного разбойника разбойника конечно же в игре нет дает скорость передвижения до чтобы вы могли быстрее заходить в бой быстрее из него как бы эвакуироваться соответственно эти статы подразделяются на четыре разных вида и каждый этот вид дает свои приколюхи я прошу и акцентирую на этом внимание поскольку это видос это ультимативный выбор билда и даже новичок который посмотрит это сможет разобраться в билдостроении основа в том что не гонитесь за топами не пытайтесь копировать билды у кого-то другого сделайте свой билд в этой игре сделана очень интересная система которая позволит каждому играть так как он хочет я думаю что двух одинаковых билдов вы вряд ли найдете а если и найдете то это билды у кого-то скопированы и также я ваше внимание обращаю на то что показатели топовости в этой игре это в пвп килл каунт то есть сколько вы людей убиваете а насколько вы понимаете в осадах здесь 200 на 200 сколько вы человек убиваете это полнейший рандом ну буквально то есть вы не можете даже будучи лучшим игроком на сервере быть топ по килл каунту просто потому что вы не сидите 24 на 7 и война черепоните и человеку которого топовый килл каунт это зачастую не человек у которого лучший билд это человек у которого лучший пинг и лучшие условия допустим не лагающая осада как пример а топовость pve это типа скорость зачистки данжей там вообще все зависит не только от вас от 6 человек которые вместе с вами от пяти если быть точным что вы в шестером ходите соответственно какие-то объективные топы в этой игре к сожалению не являются объективными они ну порой воля случая поэтому типа топовые билды которые ребята мои коллеги рассматриваю сейчас на ютубе скорее это топовые билды не потому что они имеют какую-то эффективность безусловно они может быть например билд лук и кинжалы может быть разумеется комфортнее в том чтобы зайти в бой кого-то убить и свалить но это точно не ультимативный билд на все виды жизни на все варианты поэтому не смотрите на топовость выбирайте то как вам нравится играть и на основе того что я сегодня рассказываю можете представить в принципе как вы будете играть разумеется можете зайти еще на хайпер бустинг сервер который сейчас до конца августа действует покачать перса посмотреть сеты разобраться в механиках как зайти на этот сервак есть прошлый видос с объяснениями и так статы есть сила есть ловкость есть выездом и есть perception у каждого из них на 30 40 50 и 60 набора стата появляется какая-то активка или пассивка ну по сути это пассивка и так сила 30 силы максимальное хп плюс 750 40 силы снижение урона на 15 50 силы шанс на сильную атаку 100 и 60 макс хп плюс 900 ловкость 30 ловкости крит хит 100 40 ловкости бонус урон 15 50 ловкости скорость передвижения плюс 5 процентов 60 ловкости крит хит 120 виздум макс мана 750 на 30 на 40 длительность ослаблений ну то 50 виздума откат кд плюс 5 процентов то есть быстрее скиллы будут откатываться 60 виздума макс мана плюс 900 perception 30 шанс хита 100 40 виздума 40 персепшена длительность бафов плюс 5 процентов то есть любой баф который вы можете наложить на своего тиммейта или на себя будет длиться дольше 50 персепшена дальность атак плюс 7 и 5 это в измеримости видимо метров но суть в том что при 50 персепшена вы будете дольше бить дальше бить и 60 персепшена шанс хита 120 разумеется помимо того что статы имеют наборное значение которое вам назвал статы при прокачке также дают определенные вещи чтобы вы понимали что они дают к примеру сила дает main base damage увеличивается на одну единицу при прокачке мили и range defense увеличивается на какую-то да там единицу разумеется поднимается макс хп и хелс реген то есть если вы подумали что блин я буду играть лучником и вкачаю себе допустим хэви атак шанс на 50 сил и вы должны понимать что помимо вот этих вот статов и дополнительного стата который вкачается здесь вы не получите ничего соответственно вам нужно будет вкачивать дексу потому что декса дает атак speed который вам очень важен чтобы стрелять base damage крит хиты причем все сразу мили рэнджет и magic evasion это типа уклонения wisdom дает base damage макс ману и манреген то есть по сути виздом вкачивается ну супер последнюю очередь если вы человека который играет например не на магия потому что манреген и максимально вы сможете забрать за счет предметов и в целом в мане если у вас полноценно нормальный билд с хорошей бижутерией в мане недостатков у вас не будет есть только на супер длительных боях perception свою очередь дает нам тоже самое base damage мили рэнджет и magic hit это если прочитывать вот эту вот всю аббревиатуру я очень проще объясню это чем суть хитов в этой игре вот смотрите мили хит повышает хитрейт от мили атак и шанс для того чтобы наложить си си эффекты типа контроль смели скилов вот если у вас есть например на скиле надпись что с шансом в 40 процентов вы нанесете там какой-то дополнительный урон или застанете вот этот мили хит будет решающим потому что тут написано что если ваш стат выше чем у таргета мили эвэйжен то есть мили хит перекрывается мили эвэйженом врага если ваш мили хит выше чем мили типа физикалы вэйжен врага то за каждые 10 поинтов ваш хитрейт повышается на процент то есть если у вас к примеру мили хита 200 а у врага 180 условного мили эвэйжена значит это то что вы будете по нему бить на минимум 22 процента с большим шансом ну то есть 22 процента у вас будет гандикап и с двухпроцентным шансом увеличение к примеру прок и стана соответственно рейндж хит мэджик хит мили хит абсолютно диаметрально противоположен мили рэнджет и мэджик эвэйжену соответственно perception это проковый стат допустим тут викинг чанс тут тоже самое повышает шанс на то чтобы ослабить противника повышает шанс на то чтобы застанить противника petrification slip silence террор blind collision и баф то есть тут вот вот этот вот конкретно стат описывает все то что есть в игре у нас есть просто атаки ранжовые атаки дальние магические атаки ослабление станы petrification и ослепление сон террор блайнды байнды коллижены бафы то есть вот perception тоже продлевает длительность бафов соответственно perception это такой ну аля универсальный стат который дает вам всего понемножечку резистов грубо говоря но фактически не только резистов но еще и шансы то есть шанс на то чтобы заслипать таргет шанс на то чтобы застанить таргет и perception это ну по сути стат который влияет на то насколько эффективно вы будете накладывать какое-то дерьмо на своего врага соответственно если у вас не будет хватать мили хита то ваш 40 процентный шанс на стан условный допустим да у воина у гритсворда он так и останется 40 процентным соответственно экипировка очень важная распределение статов тоже очень важно поэтому я бы советовал за вместе от выбора билда как минимум добирать какую-то пассивку с стр а или декса например вот ну в дексе конечно же конечно 6 60 набрать но когда вы будете глаз каноном которого не сильно много хп вот и потом упороть в perception хотя бы до 30 потому что 100 хита баф duration вам не нужен поскольку вы не бафер скорее всего если дамажите у дамагеров очень немного бафов если вы конечно не танк опять же но танку нужно стр вот и ну 50 perception вряд ли кто-то из дамагеров тоже будет набирать тупо ради рэнжа потому что вы потеряете дексу в общем тут нужны какие-то более усиленные калькуляции но статы работают вот именно таким образом а теперь переходим к одному из самых нудных этапов если вам это не интересно то вам в принципе в эту игру интересно играть не будет это оружие сочетаются здесь оружие по две штуки то есть любые два оружия неважно в какой последовательности вы можете носить они переключаются активного на пассивное если вы ходите с одним оружием в руках вы можете юзать скиллы второго беспрепятственно чего у пушек есть у пушек есть 10 активных скиллов и два условных ультимейта которые вот в этих слотах стоят в данном случае мы сейчас будем рассматривать вант но перед этим стоит объяснить еще также то что у пушек есть направленность и блок каждый блок дает какие-то вещи определенные я не буду сейчас вам их описывать сами почитаетесь вам интересно но сам факт в том что вы можете поставить один дэв скилл одновременно от одной из пушек и каждый из них дает определенную какую-то ну вот ладно на примере ванда это деф который собственно дефит вас логично и контратака он контратакует спеллом который навешивает курсу это курса она дамажит больше базово если это хилинг спелл был то она хилит плюс к этому этот спелл как видите внизу дамажит контратак спал дэмиджем хилит восстанавливает стамину и продлевает курсы ну то есть снимать не продлевать курсы снимает кд курс вы можете их накинуть заново вот и помимо этого есть специализация вот тут еще более тонкая настройка билда то есть если вы хотите идти в хила у вас пожалуйста будет больше дефа например на ванде атак спид magical крит хиты его и жены все кулдауны то есть баст если вы хотите идти в дотера не того который мамок трогает а в того который навешивает проклятие то вот пожалуйста вот мама манарегин мама реген викинг чэнс манна косты файсенсе то есть меньше маны будет требоваться кулдаун спиды и так далее то есть каждую пушку можно тонко настроить качается мастере зависимости от того насколько вы долго с этой пушкой ходите за контракты дается мастере и так далее в общем пушка прокачивается и идет в одну из трех направлений веток то здесь есть активные пассивные скиллы это вот тонкая настройка теперь чтобы вас не задерживать я коротко прочитаю выжимку согласно своим исследованиям по каждому из оружий вант у него есть проклятие которые уменьшают защиту просто тикают наносится урон имеется возможность заслипать таргет то есть усыпить который можно пробудить от этого слипа только прямым уроном при этом ваши проклятия не снимают слип это значит что вы сможете контролить какой-то таргет и он будет потихонечку гнить под вашими говняшками также имеет прямой а уехал и очень крутые соло сейвы и мульти таргет повышающий всю защиту и маг и физ и выносливость ульты первая ульта у ванда это масс хилл и связка которая будет дамажить на основе вашего хилл дэмэджа а пассивки у него это увеличение длительность проклятий выживаемость ваша увеличиваемая и в целом это продление ваших активных эффектов будь то дот или хилл специализация это то про что я еще не рассказал это новая система у каждой пушки есть специализация и каждый скилл здесь типа морфится то есть он изменяется за вместе от того что вы хотите вы можете увеличить рейн что мы так далее у каждого скилла он даже может быть изменится то есть буквально допустим ну вот курса deal slip изменяется на другую курсу и теперь она не просто типа слипает и таргет пробуждается с одного удара теперь нужно сделать два удара то есть типа дольше пробуждать вашего врага будут ну и так далее эти скиллы изменяются и вот у ванда скилл специализация можно вточиться либо в улучшение хила и радиуса хила то есть больше хилить и дальше хилить либо в улучшение урона от проклятий радиуса передачи этих проклятий и урона проклятий то есть можно вточить его либо в хилл спек либо в д д спек вант это такой единственный наверное, универсальный вепон в этой игре. Вот. Вы можете сделать так, чтобы ваши проклятия передавались на большее расстояние или сделать больше хилл. Далее, двуручный меч. Очень прикольный для сочетания с шелдом. Про сочетание мы чуть позже поговорим. Но у двуручного меча есть чарж, есть станы, проковые, не проковые. Он наносит доп. урон по таргетам, на которых есть ослабление. То есть, если вы играете в дуэте с кем-то, это будет прекрасно. Бафает команду на атаку и хопериген. Уменьшает защиту врага. Хорошо замедляет. Имеет, как я уже говорил, проковые шансы на стан. Ульты у него. Бурст урон плюс порез хила. То есть, это отличный пвп игрок. И вторая ульта, это сейв тиммейта, который перенаправляет урон в вас. Пассивки. Макс хп, хп реген, плюс хиты, плюс дэмэдж буст. Хэви атак шанс, реген хп и маны за скилл дэмэдж. И если врагов много, он бьет сильнее. Плюс очень хороший мувспид и защита. То есть, меч это такой, типа, ну, атакующий вепон, который можно сочетать с другими мили оружиями или щитом и мячом, потому что есть хп реген, потому что есть куча дэфа, потому что есть ускорение передвижения. И в целом, неплохой. Из специализейшенов, морф у двуручного мяча очень интересный. Вы можете замуваться так, чтобы вы, опять же, наносили больше урона в соло-таргет, но были менее подвижными и медленными. Либо можете вточиться в то, чтобы сильно замедлять и очень много наносить урона по зоне. То есть, тут все скиллы почти, они имеют увеличение рейнджа и увеличение площади, которую он покрывает. Идем дальше. Арбалет. Ну, на самом деле, арбалеты, но сути не меняет. У арбалетов че? Арбалеты это довольно прикольные оружия в плане того, что они, во-первых, быстро атакуют. У вас есть разрыв дистанции. Вы можете помечать таргет для доп. урона, в который будут дамажить и ваши тиммейты. Он может снимать все замедления и ослепления с себя. Отражать проджектайлы, то есть летящие у вас объекты, стрелы и так далее. Может менять свое хп на ману. У него есть мины с замедлениями. Отличный бурст-выстрел в таргет. Ульта. Первая уменьшает мувмент спид и бурстует во врага. Вторая бурст-урон. То же самое. Быстрые выстрелы. И плюс для пати крит-демеджа. Рейндж-хита и мэджик-хита. То есть это такой тоже довольно компанейский компанейское оружие. Бонус маг-демеджа. Офф-хенд урон. Стамины реген. Приослабление врагов. Откат скиллов. Шансы на ослабление. При получении урона плюс мувмент спид, плюс скорость бега и защиты. В скилл-специализации в основном увеличение бурст урона и количество таргетов, которые вы можете зацепить чем-либо. Плюс есть возможность заморфить свой скилл для снятия замедления и ослеплений в то, чтобы снимать не только замедло, но и станы. То есть арбалеты это такая быстро играющая, рейнджовая штучка для того, чтобы залететь, дать прокаст, дать большой бурстовый урон. Но при этом вы должны понимать, что арбалеты скорее всего будут глаз-кэноном. То есть у них немного защиты и они очень сомнительны в боях один на один, если, конечно, вы не нападаете первым. Дальше. Лук. Большой брат арбалетов. Тоже интересное рейнджовое оружие. У лука есть как плюсы, так и минусы. Но в чем прикол? У него очень много шансов на то, чтобы заблайндат таргет. У него прогрессивное увеличение бурст урона при туннеле врага. То есть если вы бьете дольше, соответственно, дамажите больше. Буст мана регена, хп регена и снятие ослаблений с группы. У лука очень много аое урона. Возможность стягивать группы врагов. Много замедления. Возможность таргетного подхила, кстати. И, по сути, диспел любого контроля с выбранного союзника. То есть он может еще и таким, типа, а-ля саппортом быть. Пассивки. Много скорости атаки. Магический мили и рдд крит хит на группу. Сочетание с арбалетами через пассивку. Потому что есть пассивка, когда вы дамажите по помеченному таргету. Там урон от лука и арбалета увеличивается. Хп реген. Шанс на щит, если на тебя вешают дебаф. Из ультов. Ульта первая. Откат всех твоих скиллов. То есть позволит тебе буквально зайти в бой, забурститься, откатиться и заново забурститься. То есть огромный потенциально гигантический урон. И стрела ауешка, которая может палить инвизеров. То есть разбойникам с луком будет драться довольно сложно, если лук умеет использовать эту стрелу. А из морфов скилл специализации у него, не скажу, что все интересно. Тут, по большему счету, откат скиллов, перекидывание дебафов на много таргетов, увеличение проджектайл зоны, которая поглощает урон и в целом больше скорости передвижения. Идем далее. Став. Это магический вепон. Тут на самом деле очень все интересно. Во-первых, скиллы стаффа поджигают бёрном поджиганием. Этот бёрн тикает большим уроном. У него есть усиление этих тиков за счет других спылов. У него есть блинк назад с замедлением, то есть он может выйти из боя. У него есть цепная молния, которая, между прочим, перекидывается на таргеты, которые либо заморожены, либо являются мокрыми. То есть магу в дождь, а тут реально такое существует, когда идёт дождь или вы делётесь в воде, очень выгодно драться. Если вы, собственно, любите играть через фаерболы, есть бурст фаерболов, есть ледяное копьё с замедлением, есть хард-контроль заморозка на 3,5 секунды по дефолту. Этот таргет бить, к сожалению, нельзя, но это прям хард-контроль. Бурст с откатами скиллов и скоростью бега. Ульты это отталкивание тиммейта или врага, охреневший метеор, вторая ульта с огромным уроном и поджиганием, пассивочки, плюс дамаг, мано-реген, макс мана плюс макс хп, урон от тиков поджигания, сайленс, блайнд и слеп резисты, скорость бега и уменьшение длительности и уменьшение скорости бега, скилл дэмэдж бурст, а специализация скиллов это либо увеличение урона в ауе мульти-таргет, либо плюс больше накладывания поджигания, то есть у тебя появляется больше вариантов наложить поджигание, больше тиков этого всего поджигания, либо очень сильный упор в соло-таргет и больше урона от поджигания, но меньше возможности его распространить. Ну короче, либо соло-таргет, либо мульти-таргет. Вообще, в целом, маг довольно веселый чувачок, которого можно сочетать с клинками или вандом. Вот вы всех закурсили, проклятие развешали, а потом начинаете бурстить. Либо с даггерами. Бурст мага через инвиз, ну, супер бешеный. Я при непрокаченном стаффе это пробовал, это выглядит очень сильно. Ну и остались, собственно, две пушки, про которые я еще не рассказал, на которых я сейчас играю, и этот билд я, возможно, перетащу на релиз. Начнем, наверное, с кинжалов. У кинжалов очень большой потенциал урона бурстового, потому что есть марка, которая наносит дополнительный урон, если вы наложили на таргет дебаф. Дебафа у него два, это зандерклаус, грозовые облака, или позжен. И, соответственно, у даггера точно такие же специализации, он может пойти либо в ассасинейшн, в быстрые удары, либо в дебафы. В зависимости от количества дебафов и их уровня стака, вы начинаете наносить доп. урон. У разбойника есть хорошие ауешки, у разбойника есть блинк, замедление, ну или же не блинк, шадоу степ, за спину телепортироваться к врагу. У него есть отличная ульта, которая просто буквально стирает таргет, там 7 раз вы атакуете в радиусе 6 метров. У разбойника есть отличные пассивки на то, чтобы увеличивать скорость бега, у него много крит-хита, который буквально выглядит читерским, ассасин инстинкт, магическая мили и рейндж критикал хиты увеличиваются на 290 на топовой прокачке. Да, до этой прокачки нужно дойти еще, но не суть. Тут дурейшн, длительность поизона, ну то есть вашего отравления, и поизон дэмэдж ночью, то есть разбойники тоже, видите, тут есть куча возможностей играть не только от погоды, но и от время ночи. Здесь то же самое критикал хит мили, когда вы дебафаете своего врага, здесь при эвейжене шанс на откат камуфляж клока, это ваш инвиз, то есть вы сможете инвизиться чаще, и соответственно очень много критикал дэмэджа, то есть у этого класса, у этих, у этого оружия есть пассивки, которые можно поставить на любую пушку, и они будут крутыми, то есть критикал дэмэдж 16% на прокачке до 18 вплоть, это пассивка, то есть она ни от чего не зависит, и мэджик мили и рейндж крит хиты, тоже по сути ни от чего не зависит, поэтому даггеры это универсалка, даггеры можно подставить под лук, под арбалет, под магическую палку, под щит, под, да почти под любое оружие, потому что у него есть инвиз, у него есть бомба, смокскрин, которая скрывает вас в этой зоне и дает дофига эвэйджена, плюс проджектайлсы, которые у вас летят, ну то есть там снаряды в этой зоне не будут вас попадать, ну короче клинки, даггеры на мой взгляд одно из лучших оружий в игре, просто потому что оно сочетается почти со всем, ну и щит, единственная танковая пуха в этой игре, у нее очень много защиты, у нее есть бастион, который дает щит на всю команду в радиусе, у него много ауешек, у него есть притягивание врагов, которое в потенциале спредается, есть оружие, о котором мы дальше поговорим, которое позволяет притягивать толпу врагов, у него есть массовый контроль, ну а-ля сайланс таунт, но по факту это нифига не таунт, у него есть чарж, который пригвоздит к стене врага, у него есть массовый, очень неплохой коллижен таргетинг, у него отличные ауешки, ну, грубо говоря, сворд и меч это по большему счету танковая пуха, дамажить на ней можно, но это излишняя бредятина, на мой взгляд, не стоит того, в пассивках у него, хоть тут и нет перевода, я могу сразу сказать, что тут огромное увеличение шилдблок шанса, то есть шанса на блок щитом, а это пассивно работает, когда у вас щит в руках, у него здесь рейндж эвэйджен и мэджик эвэйджен, то есть они прекрасно сочетаются с клинками, потому что клинки тоже дают эвэйджен, чтобы адекватно попадать по топовому заряженному танку, у него здесь мана рековери при шилдблоке, потому что мана у танка действительно просаживается, и в целом сворд шилд довольно универсальный, скажем так, вепон под вещи, связанные с пвп, что ж, и переходим к эквипу, к которому надо будет стремиться, на данный момент, по крайней мере, я в игре нашел два топовых оружия для каждого спека, для каждого класса, для каждого оружия, и их мы рассмотрим. Начнем с двуручного меча, Gatekeeper of Hellgate Blade, штука, которая позволяет вам заменить свой торнадо на blazing торнадо, это штука, которая позволит вам увеличить атак спид торнадо, скорость передвижения в этом торнадо, и когда скилл будет длительно действовать, применяется поджигание, то есть фаербомбы, которые дают бёрнинг эффект, соответственно, это можно сочетать, этот меч с огненной палкой, потому что в огненной палке пассивка есть, которая увеличивает тики бёрна. Прикольный меч, наверное, для пвп. И Chief Executor, штука, которая заменяет ваша гайя краш, это большая зона, а у Ешка, которая вы дамажите в огромном радиусе, там 12 метров, вот, эта штука, она, во-первых, будет атаковать ту же локацию 4 раза, и двигаться туда-сюда, плюс атака рейндж увеличивается на 33%, и дэмэдж на 30, то есть вот эта штука чисто, чтобы залететь на осаде в толпу, дать туда свою гайю краш, и нанести огромнейшие тонны урона. Неплохой меч. Но я бы, наверное, всё-таки взял гейткипера, поскольку у гейткипера просто банально универсальная вещь. Ну, типа, в одного моба кидать гайю такое себе, у неё кд больше, а крутилка, она реально специфически. С варды и мечи. Первый щит даёт вот это чисто ПВЕшный или осадный какой-то щит, входящий в хил на вас увеличивается на 30%, пока вы в контр-барьере. Ну, то есть основная ваша деф-обилка, которая откатывается на 15 секунд, позволяет хилить вас больше. И второй пинанс-найт, собственно, щиточек, который даёт возможность не только хукать человека, но и гриппать трёх врагов в радиусе 5 метров от этого человека. То есть вы притягивать будете теперь не нескольких человек, а реально толпу. Выглядит как имбаланс. Клинки. Френзит мутилейшн за каждый свордэнс зона создаётся на полу, которая наносит урон в трёхметровом радиусе. Ну, вокруг кастера. Неплохая штука для того, чтобы ауешить, но есть вот это. Сайлент трекер. Эта штука, да, тут нет перевода, но можно понять, что она увеличивает mortal стигму, а это ваша ульта на таргет, которая вешается, которая вешается на таргет, и при этом увеличивает урон прогрессивно от того, сколько дебафов висит на таргете. То есть вот этот вот сайлент трекер, это, собственно, даггер для того, чтобы залететь во врага, дать ему эту стигму и просто сдуть его. Буквально. Очень сильный даггер. Арбалеты. Пирлес Рэмпэйдж это арбалет, который дает возможность, собственно, Уайлд Барэйдж, это АУЕшка в конусе, изменить на то, что он теперь атакует всех врагов в конусе, дамажит на 15% больше, снижает их скорость передвижения, пока длится скилл, ну, типа изменение основного скилла. И Найт Пантер это штука, которая откатывает вашу единичку, ваш квикфайр, который является основным дэмэдж каунтером, когда вы используете Нимбл Лимб, то есть, когда вы откидываетесь от врага. Нимбл Лимб это на 6 метров вроде вас назад откидывает. То есть, по сути, у вас будет связка для того, чтобы войти в бой, или если кто-то с вами хочет сократить дистанцию, вы вначале, когда вас дают чарж, нажимаете Лимб, откидываетесь от него, потом нажимаете квикфайр, и еще раз нажимаете Лимб, и по сути, вы уже на 12 метрах от врага. Кто бы там ни был, он вряд ли за арбалетами правильными угонится. Лук Moonlight Bowstring, штука, которая увеличивает атак спид на 6% за каждый таргет, который есть внутри вашей Nature Blessing Area. Ну, неплохой осадный лук, я думаю, потому что можно стоять в зоне, где всегда будет дохрена людей, и иметь просто бешеную скорость атаки. И Wraith Stormbow это штука, которая создает зону в 3-х метровом радиусе рядом с Brutal Arrow, который, я рассказывал, Palette Invise, и она, собственно, наносит 40% от дамага раз в 0,5 секунд в течение 5 секунд. Ну, просто лук, который увеличивает ваш потенциал АОЕ. Стафы. Black Gale, штука, собственно, которая, как бы сказать, ну, по сути, приковывает к земле врагов в зоне вашего смокскрина. Это когда вы откидываетесь на 8 метров назад, блинкуетесь, создает вот эту вот смокскрин-зону, и в ней люди будут приковываться. То есть, такой контроль-посох для, наверное, арены. Но у нас есть Fallen Angel Rod, который заменяет ваше ледяное копье на молнию, которая не уменьшает Move Speed, но, атакуя таргет, вы наносите дополнительный урон, на котором... Дополнительный урон на таргет, на котором висит поджигание. И этот дэмэдж переходит на врагов в радиусе 5 метров, если они имеют дебаф мокрости или заморозки. Ну, то есть, если вы, опять же, деретесь в дождь или в воде. Ванды. A Virtue of Soul штука, которая позволяет хилить больше на 50% base damage, но только она теперь не хилит флешкой, то есть, просто отхил, она теперь еще и вешает Salvation, который в течение 6 секунд будет хилить вашего тиммейта. Ну, то есть, типа, хиловский ванд. И, по логике, вот этот ванд, это дамажущий ванд, который заменяет ваш циркл, вашу курсу, которая в круге действует, на другую курсу, которая, собственно, повышает еще и дэмэдж на 25%. Ну, то есть, тут выбор между хилом или не хилом. Это вот топовые пушки, которые существуют в игре сейчас. Ну, а теперь по топовым сетам. Vinged Windstorm сет. Два куска. Крит хит на 200, 4 куска, крит дэмэдж на 15 и дополнительно крит дэмэдж на процент за каждый метр между вами и врагом, вплоть до 40%. Ну, то есть, это, скорее всего, какой-то луковский сет, потому что он дает дексу и стрэндж, он дает собственно еще и Макс Хеллс и крит хит и без малого у лука, например, или у арбалета в сочетании с, допустим, даггерами, этого крит хита будет уже оверкап, то есть, там, в кого бы вы не били, у вас будет преимущество. Очень сильный сет, один из таких топовых на рейнджевика, который стреляет физой. Далее, World 3 сет, два куска, Макс Мана 1500 плюсом и Ман Регенд 50 и четыре куска сет, кулдаун спид на процент за каждую тысячу макс маны. Кулдаун спид максимально 20%, то есть, ну, типа максимально с 20 тысяч маны. Хиловский сет, потому что дает виздум, хэви атак шанс и баф дурэйшн. Баф дурэйшн, разумеется, все, что вы накладываете, вплоть до защиты танка, вот этот гиперсейв, который у него есть, у которого кд минута, он будет длиться на 3% дольше, это каждая шмотка будет давать, плюс там еще и кулдаун спид, то есть, вот ворлд 3 это такой сет на хила. Сакрит ванквишер сет, два куска, скилл дэмэдж овертайм 20% и скилл дэмэдж резистанс на 4 кусках 150, дает персепшн, макс хэлс и кулдаун спид. Сомнительный сет, потому что, ну да, два куска можно собрать, скилл дэмэдж овертайм, это можно на разбойника напихать это или например на мага, но 4 куска резистанс к хилл дэмэджу на мой взгляд сомнительно. С учетом того, что тут сеты идут по 4 куска, у нас 6 вещей, вы должны прекрасно понимать, что вам нужно выбрать какой-то сет из 4 кусков и потом запилить другие вещи типа двумя кусками. Ну типа для примера просто объясню. У нас с вами голова, собственно армор, штаны, ботинки, перчатки, да, и есть еще плащ. Плащ в этот сет не входит, соответственно нам будет выбор либо сделать 2 сета по 2 куска, либо 1 сет по 4 и остальное ничего. Соответственно да, не получится, так как я сказал, сделать получается, но сам факт того, что вам придется выбирать между этими сетами и вот этот вот сет конкретно очень сомнительный. Ну я честно говоря не особо понимаю зачем резист скилл дэмэджу давать, потому что если вы маг, тут как бы все будет решаться от того, насколько быстро вы все нажмете. Ну в общем Sacred Vanquishers крайне сомнительный сет. Dawn Mist следующий сет Range Evasion 250, Magic Evasion 250 на 2 кусках, на 4 кусках бонус дэмэдж. С учетом того, что здесь даешь perception и бонус дэмэдж плюс хиты это какой-то типа а-ля универсальный сет, но это кожа. Может тоже его рассмотреть. Дальше Abyss Slayer сет. 2 куска Max Damage 20, 4 куска крит-хит 100 и при нанесении критического хита восстанавливает вам хп в размере 5% от нанесенного урона. То есть такой типа сет Берсерка. Он дает хиты, кулдаун спиды и Magic Evasion. Такой типа а-ля антимаговский сет, если хотите. И Race Night сет танковский исключительно, на мой взгляд, потому что 2 куска дает Max Health на 2000, просто с 2 кусков, с нифига. А4 куска мили Heavy Attack шанс на 12 за каждую 1000 максимального здоровья вплоть до 240. То есть 24000 максимального здоровья может быть потенциально для того, чтобы этот сет реализовывать. Этот сет отлично сойдется, если вы будете играть в Sword Shield плюс двуручный меч, потому что оба эти оружия дают дополнительное хп в талантах. Ну, плюс вкачаете себе СТР. Очень прикольный сетик. Ну, а дальше уже идет сет Holy Ghost Fighter. Это тоже, можно сказать, хиловский сет, потому что тут баф дурейшн на 10% плюс в 2 кусках, 4 куска дэмэдж редакшн и эндюранс. Эндюранс это ваша выносливость. Вот. Собственно, вот эти сеты Epic Level 2. Остальные сеты идут Epic Level 0. Их тоже придется собирать в процессе, но их мы особо рассматривать не будем, потому что по моим подсчетам, чтобы одеться в Epic Level 2 тир, вам понадобится, ну, в крайнем случае месяц, если вы прям супер неактивный игрок. Поэтому мы метим именно на вот топовые вот эти вот сеты. Ну и, собственно, в конечном итоге вам решать, как делать билд. Я говорил, что я буду объяснять вещи, связанные с тем, что с чем сочетается. Ну, на мой взгляд, есть типа два направления. Это направление универсал, который может как бы и подамажить, и подсаппортить. Это направление хилл и направление танк. Ну, то есть это ролли. Танк, хилл, ДД. За ДД могу ответить то, что любое сочетание пушек сможет снести вам лицо в мгновение ока, потому что сейчас, конкретно на Hyper Boost видно, что перекачанные классы, которые одеты в Epic Level 2, вточены. Опять же, мы про точки сегодня с вами не разговаривали, потому что эта тема на Hyper Boost немного другая. Hyper Boost дает очень много точек. В прогрессии на лайв серверах у вас этих точек не будет. Донатер вы, не донатер, у вас их просто не будет. Их нужно будет гриндить. И гриндить месяцами. Мы говорим про среднее развитие классов, и в принципе они все будут плюс-минус хороши. На мой взгляд, лучшие сетапы этой игры это арбалет, кинжалы. Это двуручный меч, сворд, меч. Это посох, огненный и кинжалы. Это вант и щит-меч. Это арбалет, щит-меч. Это лук, арбалет и это, наверное, сворд, щит плюс лук. Остальные сетапы я либо не тестил, либо где-то не видел и спорить ни с кем не буду, поскольку проблема в чем? Проблема в том, что в этой игре абсолютно плевать, на чем ты играешь, потому что если ты в пве, ты в любом случае будешь какой-никакой дэмэдж наносить, все зависит от того, во что ты одет. В пвп на арене наверняка будут метовые сетапы и мы о них узнаем, но только на релизе, потому что боевая система поменялась и сейчас буквально нету настолько большого отрезка времени, чтобы это все узнать. По статам тоже все индивидуально, потому что в разные отрезки времени у вас будут разные шмотки, статы можно скинуть и за каждый левел вам дается кусочек стата, который можно будет вкачать, вы в любом случае будете в такой полупозиции и качать то, что вам в данный момент выгодно. Касательно пвп и пве и специализации скиллов тоже все супер разное, вам придется морфить скиллы под пвп, если вы играете с даггером, в пве вам например инвиз и смокбомба не нужны, вы будете брать что-то больше на урон, в пвп вы этот инвиз будете прикручивать, у того же лука допустим, в пве вам эта ауешка, которая палит инвиз тоже не сдалась, вам нужно будет больше урона в соло таргет и так далее, тут настолько все по билдам ситуативно и очень широко, что даже какого-то универсального билда не существует, плюс все еще упирается в точки, в расходники, в сочетание классов, которые есть в вашей команде, в забафы этих классов, в то, что тут есть лорит, который увеличивает урон от оружия, в то, что тут есть морфы, про которые я не рассказал, то есть тут просто очень много всего, я стараюсь вам объяснить базовую информацию, без которой вам просто нужно будет разбираться в этой игре, все, что вам нужно понимать, это, что у вас есть статы, которые прокачиваются и которые качаются в том числе за счет надетых шмоток, эти статы вашего персонажа превращают в то или иное, у вас есть пушки, у которых есть таланты, активки и пассивки, эти таланты и активки и пассивки нужно будет поставить в зависимости от ситуации, у вас есть направление оружия, то есть если вы хотите больше дамажить с автоатак, вы качаетесь в автоатаке, хотите больше дамажить с дебафа, вкачаетесь в дебафы, и у вас есть шмотки, которые дают направленность, которые дают статы, и если вы хотите быть хилом, который дамажит, вы можете быть хилом, который дамажит, вопрос лишь только в том, в какую активность вы идете, что если вы идете в данж, вам нужно будет чистым хилом быть, и саппорт пушка в данже в данном случае должна помогать вам прежде всего не дамажить в босса, а помогать тиммейтам, ну например лук, который будет бафать всю тиму на крит, или арбалеты, которые помогут вам выйти из какой-то ситуации, или огненный посох, который будет контролить мобов, пока ваши тиммейты разбираются с ними, потому что ваша основная задача на хиле это хилить, у танка то же самое, разумеется, я вот взял кинжалы на танка, я не выдаю да, разумеется, может быть, с каким-то двуручным мечом вместо кинжалов я имел бы, к примеру, больше аое урона, но с кинжалами я имею больше таргетного урона и больше критов, а также хита, который очень важен, соответственно, больше контроля какого-то имею, поэтому выбор билда исключительно на ваших плечах лежит, и никакие блогеры не посоветуют вам топового билда, потому что я в начале видоса уже объяснял, что топовых билдов в игре не существует, и это то, чем хорош ТЛ, потому что здесь очень много вариаций этих билдов, очень много зависит и влияет на то, какой у вас билд будет, потому что вы можете ходить реально неделю в инст, и вам не дропнется рецепт на нужную вещь, вам будут дропаться отличные шмотки, но вам нужно тратить ресурсы эти шмотки крафтить, соответственно, все упирается лишь в то, как вы хотите играть. Я больше чем уверен, что на релизе в сентябре, где-нибудь в октябре появятся уникальнейшие игроки, которые играют просто на какой-то невидимой херне и выдают эффективность, просто потому, что им так удобно. Поймите, выигрывать в ПВП проще не тогда, когда у вас персонаж бьет много, проще выигрывать тогда, когда вы понимаете, что вы делаете своими скиллами. И копировать билды у топовых чуваков, которые по киллкаунту выигрывают, у которых больше всего киллов в ПВП, или копировать билды у ребят, которые в ПВЕ какие-то места занимают, тоже тупая брехня, потому что, ну, вы не играете, как эти люди, вы, возможно, не понимаете ротации этих людей, вы не знаете, какие у них точки, вы не знаете, сколько они времени в эти билды вложили. Поэтому собирайте билды на основе информации, которую я вам сегодня дал. Первое, это пушка, которая должна сочетаться с другой пушкой, либо по пассивкам, либо по активкам. Второе, это распределение статов, чтобы у вас не было такого, что вы берете, к примеру, магический посох, качаетесь в персепшн, и у вас вторые, это клинки, у которых нет дексы, потому что вы качаетесь в посох и клинки у вас тупо для инвиза. Хотя по факту, маг и, ну, посох магический и клинки, это чисто вот от инвиза играть. Там клинки нужны, чтобы получить пассивку хита и инвиз, все. Вот. И это вещи, которые вы должны будете собирать. Вот и все. Мы сегодня говорили про топовые сеты, там еще есть бижутерия, но я не хотел сильно удлинять видос, знаете, что там еще бижутерия, конечно же, влияет. Вот такие дела. Поэтому, надеюсь, информацию передал, все поняли. Если желаете общаться с людьми, которые хотят играть в ТЛ-очку, вступайте в группу ВК по ссылочке в описании, вступайте в мой дискорд, там есть ТЛ-очка, тоже канал, там будут анонсицы, билды. Вступайте в мой дискорд, в дискорд гильдии, собственно, подписывайтесь на мой ТГ, на группу ВК. Спасибо за просмотр, больше контента по ТЛ-очке будет в дальнейшем. Ну, а я думаю, важнейшую информацию вам уже передал. Если помог, напиши какой-нибудь комментарий. До новых встреч.